Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilmDB. Представляем вашему вниманию список фильмов, похожих на 13 друзей Оушена. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте ссылки в описании. Иллюзия обмана. 2013 года. Команда лучших иллюзионистов мира проворачивает дерзкие ограбления прямо во время своих шоу, играя в кошки-мышки с агентами ФБР. Как украсть небоскреб 2011 года. Джошу Ковачу не повезло. Его поимел злобный финансист, живущий в роскошных апартаментах на верхнем этаже небоскреба. Чтобы вернуть деньги, Джош с друзьями решается на грандиозную кражу со взломом. Но одним им это не под силу, и они обращаются к матерому преступнику. Дело за малым. Шесть новоявленных друзей Джоушена должны пробраться в пентхаус и отыскать 20 миллионов долларов. Форсаж 5. 2011 года. Бывший полицейский Брайан Аконнор вместе с бываным лихачом Домиником Торетто совсем немного увлеклись жизнью вне закона. После того, как Брайан и Мия Торетто освободили Доминика, они не рискуют долго задерживаться на одном месте, так как являются желанной целью порядком недовольных копов. 21. 2008 года. Карточная игра – комбинация уникальных математических расчетов, превосходных актерских талантов и хладнокровной выдержки. Карточный игрок – человек особого склада. Молодые люди решили провернуть аферу века и разорить крупнейшее казино страны на астрономическую сумму. Они решили взять Вегас. Их пятеро. Игра захватила их целиком. Их игра поразила своей виртуозностью. Они изменили ход самой игры. Ограбление на Бейкер-стрит. 2008 года. Фильм основан на реальных событиях, происходивших в Великобритании в 1971 году. После 35 лет забвения мы наконец узнаем об одном из самых легендарных ограблений банка в истории Великобритании, когда не было произведено ни единого ареста и не было найдено ни малейшего следа похищенных денег. Налет на банк, на Бейкер-стрит, был инициирован высокопоставленными официальными лицами, пытающимися отобраться до заветной банковской ячейки, в которой хозяйка одного из известнейших борделей Лондона хранила секретную информацию. Теперь запрет на разглашение информации об этом ограблении снят британским правительством. И перед нами открывается красочная, лихо закрученная история, полная тайн, сюрпризов и неожиданных поворотов. «Не пойман, не вор» 2006 года История крутого полицейского, детектива Фрезьера, который сталкивается на узкой дорожке с хитрым грабителем банков Долтоном. Их противостояние выливается в напряженную драму захватом заложников. По мере того, как развивается эта игра в кошки-мышки, на горизонте появляется еще одна загадочная фигура – брокер Мадалино, роль которой в разворачивающихся событиях остается до поры до времени совершенно непонятной. Мадалино вносит еще больше хаоса и нестабильности в и без того чрезвычайно хрупкую ситуацию. Ограбление по-итальянски 2003 года Джон Бриджер всегда умел спланировать идеальное ограбление. Вместе с своей командой опытных бандитов он провернул не одно дело, но теперь решил уйти на покой. Впереди у Бриджера последнее задание – кража золотых слитков, в которых принимает участие инсайдер Стив, водитель Роб, взрыватель Левое Ухо, технарь Лайл и Чарли – верный друг Бриджера и второй планировщик в их команде. Ограбление, изящное и быстрое, было разыграно как по нотам, но после его завершения веселье преступников было омрачено предательством. Афера Томаса Крауна, 1999 года Миллиардер Томас Краун, присвященный финансист, похищает из крупного музея картину Моне стоимостью в 100 миллионов долларов. Кэтрин Беннинг, следователь страховой компании, должна поймать его. Афера, 1973 года В 1930-е годы двое петых мошенников пытаются отомстить главарю мафии за смерть их общего друга с помощью одной из самых неожиданных афер в истории кино, которая к тому же заканчивается удивительным и забавным образом. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok